Ну а сейчас информация, которая наверняка заинтересует большинство собственников квартиры. Жителю Омска пришло налоговое уведомление на внушительную сумму. Вместо привычных 200-300 рублей заплатить нужно в десятки раз больше. Причем не за особняк, а за обычную однокомнатную квартиру. Что это? Плохая шутка, ошибка или неожиданно резко выросшая налоговая ставка? На недвижимость разбирался Антон Парахин. Когда поверил эту сумму, правда подумал, что это ошибка, потому что это зарплата месячная по Омску получается. И платить эту же сумму, это очень довольно грубо получается по отношению к населению, потому что это большая сумма для мячей в принципе. 18 тысяч рублей за 40 квадратных метров. Анатолий Жалейко шутит, даже после оплаты такого налога спать спокойно не получится. Свою квартиру на улице Усавьяхимовской молодой человек приобрел в прошлом году по ипотечному кредиту. И столь существенный налог для него оказался неприятным сюрпризом. Оказалось, все дело в способе расчета. Сейчас налог начисляется, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости. То есть без учета цены земли, на которой стоит дом, расположение зданий, комфортабельность и многих других характеристик. Вот и получается, что квартира на рынке стоит, скажем, 2 миллиона рублей, а ее инвентаризационная стоимость 50 тысяч. Отсюда и маленькие суммы в квитанции от налоговой. С января 2017 года жителям Омской области платить придется, исходя из кадастровой стоимости объекта. Она зачастую равнорыночная. Если житель обычной пятиэтажки в Омске оплачивал до этого 500-600 в пределах тысячи рублей за квартиру налога на недвижимость, то сейчас от кадастровой стоимости будет оплачивать порядка 2,5-3 тысяч рублей. Если же у нас дом элиты, где квартира может стоить и 10, и 15, и более миллионов рублей, то здесь, если платежка ранее приходила на уровне 1,5-2, может быть, 3-4 тысячи рублей, то сейчас будет приходить платежка на уровне 10-12 тысяч рублей. Ставка для Омской области 1,1%. Ее и надо будет умножить на кадастровую стоимость, например, квартиры. Получена сумма налог за год. Изменения прописаны на федеральном уровне. По новой схеме расчет велся уже в 28 регионах страны. И все это отмечают специалисты для справедливой системы расчета. Чтобы владелец дорогой недвижимости не платил в налоговую столько же, сколько, например, семья, живущая в Хрущевке. Прежним, к слову, остались категории льготников. Для пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и России, людей с ограниченными физическими возможностями и многих других, если они собственники недвижимости, ситуация не меняется. Если вопросы все же остались, в налоговой обещают на них ответить. Можно прийти в отделение по месту жительства лично или связаться со специалистами дистанционно. Самый простой и легкий способ – это для пользователей личного кабинета налогоплательщика. Они могут обратиться просто через интернет, сайт ФНС, из сервиса, личный кабинет, в свою налоговую инспекцию. И это обращение для нас является абсолютно официальным. Второй способ – если вы получили уведомление по почте, к нему прикреплен бланк заявления. Вы можете заполнить это заявление и направить его по почте в инспекцию. К слову, если вы не согласны с кадастровой стоимостью недвижимости, а спорить ее можно будет и в суде. Анатолию хватило обращение в налоговую. Оказалось, что у новостройки, в которой он купил квартиру, не была прописана инвентаризационная стоимость, и в расчет взяли кадастровую. А вот процентную ставку оставили прежней. Отсюда и такая внушительная сумма – 18,5 тысяч рублей. Специалисты пообещали, в течение месяца проведут перерасчет, и оплатить нужно будет в десятки раз меньше. Антон Парахин, Евгений Слепов, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.